На сегодня в группе компаний «Светлый» 184 с половиной тысячи литров пашни, всего всего 2 дней, больше 220, но если честно, в пазмущай это балласт, поэтому мы их даже не считаем. Еще-то я не знаю. Самое эмоциональное нашли способ использования, это сдавать все по инерам за купольное население налог и пользоваться спросом, кстати, и среди дальших кремерал и лишних способных хозяйств, практически 30% в пазмуща сдали всю паренду за 250 рублей за литрад. Очень рады тому, что эта земля приносит какую-то пользу. Ну и мы, по крайней мере, не платим сегодня наоборот. Значит, ну какие, я думаю, мы прошли тот путь, которым следует большинство из здесь присутствующих, хозяев, это оптимизировать затраты, то есть уменьшить и максимально увеличить прибыль. Соответственно, на этом пути что мы сделали? Вот 13 лет назад я начала работать в хозяйстве, на тот момент площадь наша составляла 23 тысячи ректаров и 585 сотрудников, что нагрузка была стандартная для того постсоветского пространства, 39 гектарных человек. На сегодня 184 с половиной тысячи ректаров башни и 1100 сотрудников в нашем предприятии, что составляет 168 гектарных человека в башне. Это всех сторожей, борщиц, механизаторов, руководителей, сбортеров. Есть, конечно, у нас подразделения, но стоит сказать, что мы каждые три года на протяжении 15 лет площадь башни удваиваем. И вот пришли к этой цикле. Также расти не планируем, потому что сложно этим управлять. Начинает расти надстройка, экономическая безопасность, все эти виды безопасности, эффективность работы, которых оставляет желать лучшего, а тягивает на себя очень серьезный бюджет. Мы пошли двумя направлениями, как я уже сказал, работы. Это повышение производительности труда и повышение выручки с ректаров. Вот, соответственно, достигли на сегодня показателя 168 гектарного человека на грузку, а цель, наша цель 200 гектарного человека, и мы видим, просматриваем эту цифру вполне себе неразумно, потому что многие из наших подразделений, а у нас 20 подразделений в хозяйстве, по сути, самостоятельные маленькие колхозы, и больше половины из них как раз остановились на цифре 195-220 гектарного человека на грузке, и это на севере Ростовской области это, в принципе, довольно эффективно работает. Я подозреваю, что на июле Ростовской области и в Краснодарском крае, тем более, эта цифра будет несколько меньше на русский порядка, стратегически их должна быть, потому что, ну, конечно, на севере у нас интенсивность производства, она несколько ниже. Ну, стоит отметить, что на сегодня у нас 20% площади занимает черный пар, и порядка 45% массива зимой пшеницы мы производим по черному пару, ну, 13 лет назад 100% зимой пшеницы было по черному пару, у нас селопарок был очень простой, которому наш руководитель генератор и сейчас призывает вернуться этот паразимый подсолнечник, агрономическая служба, и мы пытаемся его убедить, что не стоит этого делать, потому что это не тот путь, которым стоит идти в целях сближения почвы и по дороге, и экономики, конечно же, в целом. Мы пытались, ну, стоит сказать, что тандем, который сложился у нас в хозяйстве, это опыт Александра Венча-Началова и, наверное, какой-то попытки шагать вперед, иногда и слишнее. В моем лице, да, вот в этом тандеме мы нашли тот путь истины, которым стоит идти, да, и, в принципе, вот за тринадцать лет, я считаю, добились приличных результатов. Но, конечно, мои попытки повышать производительность наших молодого гостяка, скажем так, группы компании «Светлый», были галые и не находили поддержки со стороны неравного руководства, до тех пор, пока Александр Венчин съездил, не посетил Соединенные Штаты Америки фермеров, у которых 15 тысяч гектаров земли, он выращивает 15 тысяч гектаров кукурузы, на зерно получает 100 центнеров, и у него 15 постоянных сотрудников и 5 сезонов привлеченных. После вот этого это, конечно, стало правной точкой, когда мы стали сильно прибавлять и просто на вот этот показатель стали обращать внимание производительность труда. производительность труда. Ну, не буду называть фамилии, все вы хозяйственников этих передовых, знаете, на июле у меня есть один товарищ, с которым мы часто дискутируем на эту тему. вот у нас 160, плюс-минус гектаров, да, у него как хозяйство 60 гектаров, при том, что уровень техники на порядок, и это рассыщенность на порядок выше нашего. А заработная плата у нас по прошлому году 39 800, средняя у нас сотрудника, у них 35, да. Уже нагрузку по фонду заработной платы легко высчитать на гектар, да. У них она, у них фон заработной платы в три раза выше нашего. А это, это тоже существенно затратная часть, и мы поставили себе задачу в течение ближайших двух-трех лет повысить заработную плату только в десяти тысяч гектарных человека, про прощения, рублей в месяц среднемесячной зарплаты, да. Ну, понятно, по югам это, наверное, не такой уж и высокий показатель, если так, можно сказать, стандарт. Ну, на севере Ростовской области при маршинальности попало ниже, чем на юге, я думаю, что это неплохой результат. Ну, конечно же, вся наша земля размещается в радиусе 100 километров от головного областа. И это позволило нам сократить, скажем так, общихозяйственные затраты, такие как заправочные станции. А сегодня на 20 подразделений у нас их 5. Сократить складские, допустим, у нас один-единственный склад запчастей на все хозяйство, которое все хозяйство обслуживает. Таким образом, сокращая общихозяйственные моменты, мы добились таких результатов. уже ограничивают по времени, поэтому будут уже младцы. Ну, и стоит заметить, что за вот эти 13 лет мы урожайность практически по всем ключевым культурам в нашем хозяйстве удвоили. Основные культуры, безусловно, это зиморопшеница и подсолнечник, но также второстепенные – это букуруза, ячмень, яровой на зерно и лен. по всем этим направлениям за 13 лет за счет интенсивности производства. Ну, то, что на юге, скажем так, применялось на протяжении многих лет, для нас это было новым. Мы многому учились, подсматривали, работа с семенами, работа с удобрениями, и на сегодня получаем вот такой результат. Ну, и третье вспомогательное направление, которое можно считать, можно не считать, это как один из инструментов эффективности распределиводства на севере Ростовской области, это, конечно же, субсидии. Мы получаем все возможные субсидии, которые предоставляет наш бюджет. Основная из них, порядка 100 миллионов рублей получаем субсидий в год. Основная из них, которая позволяет нам удешевить технику, это губернаторская субсидия 20% на произведение техники отечественного производства. Вот она по годам колеблется у нас от 30 до 70 миллионов. В этом году мы получили уже 60 миллионов этой субсидии. В прошлом году у нас было приобретение нового хозяйства, и, соответственно, шоковое воевание технику, 75 миллионов получили этой субсидии. Но она представляется животноводом. Для этой цели у нас имеется 1100 голов кромутской породы. Ну, скажем так, основная ее прибыльная составляющая это именно вот эта субсидия. Ну, прям, надо сказать. Субсидия печальника. Что? Это печальник. Ну, вы знаете, я думаю, что мы выйдем все-таки, мы работаем со старом, мы получим 300 голов, наследство от хозяйства на сегодня у нас 1100. Расширять не планируем, но я думаю, что на ноль, легкий плюс все-таки даже без учета всех субсидий мы выйдем. по этому пару. Спасибо. 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 Есть вопросы? Друзья, есть вопросы у Николая Александровича? Нет, пока.